Приветствую вас! Знаете, в чем дело? Вот очень сложно давать какую-то оценку каким-то действиям вашим каким-то поведенческим моделям когда с одной стороны вам вроде бы и неплохо с другой стороны вам в то же время и не очень хорошо вот вы говорите я не знаю, что мне делать дальше и стоит продолжать отношения понимаете весь вопрос в том чего вы хотите от мужчины весь вопрос в том как вы понимаете любовь как вы понимаете что она для вас значит даже не только как вы понимаете сколько именно что она для вас значит вот то, что для вас любовь надо было и нужно ориентироваться не могу согласиться с коллегой которая говорит вам что вы не совсем правильно и негативно выстраиваете отношения я думаю я думаю что своего мужчину вы найдете скорее всего это будет мужчина с которым у вас будут такие же отношения как были в вашей семье я думаю что вы будете с ним постоянно обсориться я думаю что вы будете постоянно с ним выяснять какие-то отношения и так далее и так далее и так далее а либо очень может быть что вы внезапно решите все-таки этого человека то есть того кто сейчас с вами принять и просто напросто будете с ним то есть моменты здесь такие что все зависит от вас на самом деле вот как вы хотите так все и будет понимаете нету какого-то правильного решения здесь вы можете вам нужно вам желательно ориентироваться в первую очередь на себя ну вот вы и сомневаетесь в том что мужчина даст вам того что вы то что вы хотите вот вы в этом сомневаетесь вы не знаете будете вы с ним дальше или нет как бы для отношений подобное колебание это уже плохо для отношений подобное колебание это уже означает что вы ну не совсем уверены в этом человеке и если это так то вам с ним быть не нужно по крайней мере пока то есть вам желательно чтобы вы были с ним откровенно чтобы вы сказали ему мол вот так и так я там хотел бы сделать перерыв перерыв ты всегда знал что ты не очень мне подходишь я хотел сделать перерыв я хотел побыть без тебя посмотреть как я буду без тебя и так далее и действительно побудьте немножечко без него посмотрите как вам будет без него посмотрите как вы будете себя чувствовать без человека и тогда вам станет понятно что для вас значит потому что ну пока вот пока вы с ним сейчас у вас нету какой-то четкой определенной позиции у вас разные взгляды у вас разные темпераменты у вас разные представления у вас все разные и либо этот человек будет тем кто будет вас одергивать постоянно будет вас направлять куда-то постоянно либо вы поймете для себя что этот человек тянет вас назад туда куда вам не хочется и для того чтобы с этим определиться нужно сделать перерыв и посмотреть как вы дальше будете себя чувствовать я думаю что единственное о чем нужно сказать это то что с одной стороны вот так что мужчина ради вас меняется не очень хорошо потому что ну как сказал коллега это может быть вредом для него с другой стороны если вы его раскрываете если вы как бы стимулируете мужчину то это прекрасно если человек меняется не вредя себе то это здорово я не вижу в этом ничего дурного вот это первый момент касающийся изменений ну вы можете например вот подождать полгода посмотреть не думаю что за полгода может что-то измениться а вам дальше уже будет видеть вы сами для себя определите что вы хотите для этого человека вот как вы считаете из чего достойен мужчина вот ваш мужчина чего он достой по вас достойен ли он например того чтобы у него было все красиво достойен ли он того чтобы у него была женщина которая принимала его таким как он есть вот отведите себе на этот вопрос чего достойен мужчина ваш и подумайте для себя можете ли вы ему дать то чего он достойен в зависимости от ответа на эти вопросы и стоит вырабатывать свое линии поведения и свое решение то есть если вы знаете чего мужчина хочет чего мужчина достойна вы дать ему того что он хочет не можете соответственно нужно от такого человека уходить просто потому что он с вами будет несчастен просто потому что он с вами постоянно будет стремиться как бы не будет куда-то стремиться как-то себя ломать а это не здорово человек должен быть таким как он не вот следующее о чем я хотел бы сказать это то что вот вы пишете по поводу того что я постоянно говорил что мне не нравится на детство не нравится в нем я хочу не хочу такого парня без перспективного не подумайте что я забыть столько о деньгах нет я хочу жить в достатке но я знаю что если человек перспективный он придет к этому сам эту фразу не очень я если честно понял то есть вы говорите что не подумайте что я забыть столько о деньгах но получается по факту именно так что вы очень много внимания отдаете материальной стране при этом вы считаете что мужчина должен вас обеспечивать опять же если вы так считаете это ваше право так считать но тогда мужчина это соответствующий понимаете то есть такое ощущение что у вас есть ряд требований эти требования они безусловно имеют место быть то как вы себя ведете то что вы хотите вот ни слова я не услышал про то чего хочет ваш мужчина что ему важно что ему нужно вот ваша позиция имеет место имеет право на на то чтобы быть но есть проблема проблема в том что вы с этими требованиями пришли не к тому человеку проблема в том можете ли вы обеспечить эти свои требования и предъявить их тому кто реально вам это все предоставит и не потому ли вы выбрали такого мужчину что опасаетесь сомневаетесь в себе вы сможете стать достойной женщиной такого мужчины потому что такой мужчина какой вам нужен он будет требовать и к вам и к себе и вот не боитесь ли вы того в глубине души подсознательно что вы окажетесь недостаточно хорошей для мужчины который вам может все дать то чего вы хотите то есть вместо того чтобы сейчас решать ту дилемму которая у вас есть да то есть быть мужчиной или не быть с ним я предлагаю вам задать первый вопрос который я говорил про то чего достоин ваш мужчина и можете ли вы ему дать это и с другой стороны я предлагаю задать вам такой вопрос а что вас удерживает именно с ним ну только потребительское отношение если так то это то чего вы хотите а это то чего достойный мужчин ваш мужчин если вы считаете что вам нужно больше ну тогда и смотрите на мужчин классом повыше подумайте что для этого нужно я допускаю что у вас уровень допускаю что у вас амбиции допускаю что у вас мечты ну нужно чтобы человек разделял ваши мечты разделял ваши стремления другое дело готовы ли вы принять такого человека который так как вы будете хотеть драйва будет хотеть эмоций и так далее готовы ли вы принять лидер вот с этой позиции вам нужно определить иными словами речь идет о позиции в отношениях к мужчине какую позицию занимаете вы хотите заниматься вы а какую позицию по вашему мнению должен занимать мужчина и вот постарайтесь на этот вопрос на эти вопросы ответить для себя уверен вам станет куда более понятно то что у вас происходит и проблема на самом деле вас они в нем потому что он при всех своих недостатках доволен жизнью он при всех своих недостатках не мечется его все устраивает и так далее при всех своих недостатках человек ну как бы имеет четкие приоритеты и четкие взгляды а у вас противоречия и именно для того что у вас противоречия проблема соответственно также у вас и я не говорю вам подавлять свои желания я не говорю вам выстраивать свои отношения как-то по-другому нет вы выстраиваете их так но но вы человека себе подставь выберете и помните что в отношениях нужно думать о другом не о себе когда вы в отношениях вы даете что-то человеку у меня такое ощущение что вы только берете это не самое правильное поведение просто постарайтесь вот эти моменты обдумать для себя и уверен вы сможете сделать правильный выбор на этом на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались пишите в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если делаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи субтитры